Джо Луис непобедимый чемпион по контактному карате в тяжелом весе. Его точка зрения, несомненно, пользуется авторитетом в США. Его актерская карьера была короткой, но весьма красочной. В 70-е годы он снялся в фильме у знаменитого режиссера Джона Хьюстона. Пользующийся уважением всех знаменитых бойцов 20-го столетия, он был близким другом Брюса Ли. Они много раз тренировались вместе, и Брюс Ли всегда приходил посмотреть его выступления. Работа в кино стала главным вкладом Брюса в развитие боевых искусств. Стоит только представить сейчас, один из нас, признанных мастеров бойцов, стал героем самого знаменитого азиатского фильма всех времен. Он подарил надежду всем нам. Мы надеялись, верили в глубине души. Может быть, кто-нибудь из нас тоже окажется способен на такое. То есть он подарил нам мечту. Позволил верить в невозможное. Его частная жизнь была его сугубо личным делом, но в том, что касалось этой стороны жизни, он всегда был китайцем в гораздо большей степени, чем на экране или во время демонстрации боевых искусств. Гораздо более сдержанным. Даже жена в обществе держалась на определенном расстоянии от него, что вполне соответствовало китайским традициям. Но стоило кому-то прийти к нему домой, как он становился самым радушным хозяином на свете. Он мог запросто предложить мне похвастаться мышцами рук или брюшным прессом, мог показать какой-нибудь новый удар ногой, который недавно придумал. При этом он постоянно шутил. Для человека, весившего всего 139 фунтов, даже меньше накануне своей кончины, он обладал очень большой силой удара. Он мог ударить как боксер-тяжеловес. Вдобавок отличался удивительной быстротой движения. Он много и напряженно тренировался, прилагал огромные усилия с целью стабилизации мышц. Но все-таки особенно меня удивляла его скорость. Он был самым быстрым из всех, кого мне приходилось видеть. Он обладал невероятно развитым самосознанием, владел философией дзен-буддизма, умел прекрасно скрывать эмоции. Никто не мог угадать, когда он, так сказать, спустит курок, в то время как он сам всегда знал, когда ты не готов. Он великолепно владел руками, умел стремительно работать ими. Я убедился в этом не раз, поскольку был его партнером на тренировках. Поэтому я всегда предупреждал других, никто не знает, с какой силой Брюс Ли нанесет удар. И еще я любил пошутить. Я не знаю, что представляет из себя Джит Кундо, потому что он сшибал меня с ног, прежде чем я успевал разобраться. Однажды мы втроем отправились в Чайна Таун перекусить, и рядом с этим великаном Брюс выглядел довольно комично. Он был невысокого роста, как вы знаете. Так вот, как только мы устроились за столом, Брюс вдруг приказал мне, иди на кухню. Я спросил, Брюс, что я буду делать на кухне? Это неудобно, в конце концов? Джо, китайским поварам нельзя доверять, поэтому посиди на кухне, посмотри, что они будут готовить. Любой боец должен совершенствоваться в техническом отношении. Лишь тогда он может достичь по-настоящему больших высот. Я научился этому у Брюса. Майк Стоун посоветовал мне тренироваться с ним, а я верил Майку. Чтобы стать хорошим бойцом, нужно понимать, что происходит в момент выполнения того или иного приема. На каких принципах основан, например, резкий удар кулаком, отвлекающий взмах ногой или что-либо еще. Все эти навыки бойца я почерпнул у Брюса Ли.